Славянский историко-краеведческий музей обретает вторую жизнь. Благодаря неравнодушным музейным работникам, историкам, общественникам и сотрудникам управления культуры, здесь, в дни празднования Дня города и района, была открыта новая выставочная комната. Примечательно в ней то, что она будет одинаково полезна как историкам, агрономам, так и хозяйкам, которые любят готовить блюда из риса. Роман Ильич, можно вас попросить? Наталья Бьюна, главный хранитель музейных фондов. Прошу вас. Выставочная комната, торжественно открытая в музее, посвящена одной из самых главных исторических тем для Славянского района – разработке приазовских плавней. Ведь все те успехи, которые на сегодня муниципалитет имеет в отрасли сельского хозяйства, закладывались именно тогда, в 30-е годы прошлого века. Работа была проведена огромной и управлением культуры, и музеем, и общественными организациями, и энтузиастами. Это большая коллективная работа, очень сложная, очень долгая, кропотливая. Но, вы знаете, у нас стояла перед нами благородная цель. Мы хотели, в первую очередь, внести какое-то разнообразие в залы нашего музея и максимально приблизить историю, те экспозиции, которые есть в музее, приблизить к историческим фактам, рассказывающим о нашей родине малой, о наших людях. Поэтому новый зал, в котором мы сегодня с вами находимся, зал освоения приазовских плавней, он рассказывает о первых опытах рисосения в Славянском районе. Все знают, что сегодня Славянский район является лидером рисосения Кубани. Но немногим известно, что именно у нас проводились первые эксперименты по его выращиванию в низовью протоки. Стенды, размещенные в комнате, рассказывают о многих интересных фактах, связанных с освоением наших плавневых земель. О зарождении первых рисоводческих населённых пунктов района, на территории которых сегодня расположены посёлки Рисовый, Целинное и сельское поселение Голубая Нива. Кроме того, экспозиция рассказывает о славянских учебных заведениях, которые готовили специалистов для отрасли земледелия. Есть стенд с фамилиями почётных и заслуженных работников разных отраслей народного хозяйства. В подготовке наглядного материала для выставки активное участие принимали сотрудники Кубанского института рисоводства. Благодаря их содействию стенды украшают образцы всех сортов риса, которые наиболее популярны у современных рисоводов Славянского района. А в описании сортов отдельной строкой даётся справка, какой рис лучше подходит для приготовления того или иного блюда. Гню города и района открыть такую выставку. Это память. И так вроде бы что тут, да, вот там несколько стендов. А сколько это труда? Всё собрать, всё это дело правильно привести, пообщаться с теми людьми, кто стояли у истоков. Наши дети будут ходить, смотреть, учиться чему-то. Красивая, современная и информативная выставка будет полезна многим. О том, чтобы привлечь молодёжь, изучать её, пообещали позаботиться руководители учебных заведений района. Как отмечают научные сотрудники, работавшие над проектом музейной комнаты, сбор и систематизация информации об истории освоения приазовских плавней на этом не закончится. С получением новых данных выставка будет пополняться и обновляться. Спасибо. Спасибо.